Еще один сюжет будет! Здравствуйте! Приветствую вас, дорогие мои друзья, гости и зрители! Вы на канале у Галины. Да, вот он, еще один сюжетик! Не смогли мы проехать мимо огромнейшего магазина «Всё для сада» Магазин с растишками под названием «Жарди Лаунда». И тут же у входа встречает нас сразу королева цветов Орхидея. Вот, посмотрите, 17 евро с чем-то она стоит, не успела разглядеть. Это 14,95, 15 евро почти. На эти цветочки промо-акция, 2 евро стоит, 50%, видите, скидка. Да, ну и давайте вот приблизимся, рассмотрим растишки в колбах. Очень оригинальное решение. Вот такие вот приятные для роста привычные условия для данного типа растений созданы. Вот в таких вот банках с крышками из пробкового материала. Я не знаю, правда, где бы у себя я могла такое использовать, декорировать как-то дом. Ну, декораторам, профессионалам виднее. Ну, раз они придумали, значит, это кому-то нужно. Да, вот и цикламенчик такого нежного розового цвета. И вот на полу стоят тоже и белые, и розовые, и красные цикламены. Видите, как удобно все распределено, организовано здесь. И сразу же какие-то удобрения, подкормки конкретно для этих растений. И земля тоже для них. Различные вазоны, кашпо, корзинки садовые. Ну, и, конечно же, леечки на любой вкус. Но вот у меня вкус на зелененькое. Ну, хорошо, что в таких магазинах часто можно купить и садовую мебель. И посмотреть даже какие-то идеи, организации уголка в саду. А вот еще четыре, или тёшеный язык. Представлены здесь эти цветочки просто зелененькие, в крапинку. Или же листочки с желтой окантовочкой. И аспарагус. Аспарагус стоит 5,95. С детства, да, я помню, как и цветочек. И в классе у меня в школе было много таких цветов всегда. А щучьи перья я себе даже с России, из Волгограда, везла. У мамы отростки брала и везла в чемодане себе на развод здесь эти цветы. Так как солнца мало в доме, и они неприхотливые, хорошо растут. Давайте рассмотрим следующий цветочек. Заинтересовал он меня. Такие бывают большие они и карликовые. Вот это карликовые. Я специально горшочек взяла в руку, чтобы показать вам размер её. Бромелла 5,95. Ну вот интересно, стильно организована декорация и из бамбука. Ну за 13 лет у меня тоже были такие в длинных стеклянных лазочках бамбуковые палочки. Ну а в саду как сорняк он крик. Да, вот такие интересные кашко, дифенбахи, различные вариации дифенбахи. К ним же здесь и подпорка. Как же я обожаю вот эти вот стелющиеся, как травка. Так ещё и цветущие травка. Сиреневые белые цветочки. Муж мне говорил, что до меня ещё у него по всему периметру в саду вот такие вот цветочки сиреневые росли. Он их взял и изничтожил. Ну зачем, вот говорю. А теперь мне надо снова это всё разводить, потому что они такие неприхотливые. И вот такая вот традисканция разновидность. Бывает зелёненькая традисканция, а это вот такая вот интересная, разноцветная. И различных размеров драцена. Дорогая драцена, смотрите-ка, 71,95 стоит. Так, следующие различные фикусы. Фикус эластико, 36,95. Дорогая. Вот видите, его правильно нужно сажать. Агрикультура биолюжика. Биологический материал для посадки представляет. Так, и средства для ухода, планты, верта, для зелёных растений. Средства для ухода. Наряду с мешками с землёй, удобрениями, подкормкой, дренажными всякими предметами, материалами. Продаются здесь ещё и книги по уходу за тем или иным растением. Вот я даже успела читануть кое-что. Бромелия, вот снова бромелия. Это тропическое растение из Латинской Америки родом. И, между прочим, является родственником ананаса. О, как! Вот. А название своё оно получило, такое экзотическое, в честь шведского ботаника Бромелиуса. И переходим мы с вами в другое крыло магазина. Ой, но он огромный. Огромный, тут и заплудиться. Не мудрено. Так, а это часть магазина с различными семенами и луковицами. Ну вот, любители, посмотрите, какие цветочки здесь представлены. Луковицы и семена, и корни. Уж меня извините, я не специалист и не подготовилась, чтобы вам комментировать интересно такие цветочки. Я просто любитель, но не специалист-садовод. Всё по наитию, знаете, всё по наитию себя в саду сажают. Гладиолусы. Гладиолусы. Ой, шикарные гладиолусы на картинке. И луковки такие. Вот пакетики здесь лежат, куда вы можете луковицы накладывать. Так, что здесь? Саше Бюльберрак пяти модели, 6,95. Так, не поняла, что стоит 6,95. Это Муайена модели. А, ну вот написано же здесь ЮНИТЕ. Одна луковица столько стоит, представляете? 6,95 и 12,95. Та луковица маленькая модель написана, а эта средняя модель. Ничего себе, дорого. Одна луковица столько стоит. Ой, какая прелесть. Вот такие вот вазончики с весенней композицией. Так, так, из чего она состоит? Цикламин, нарцисс и примула. А вот как один из вариантов украшения в саду уголка отдыха. Или же у бассейна, например, вот на такой вот деревянной платформе. Плетеная садовая мебель. Красота. Смотрите, какое великолепное разноцветие гиацинтов. Ну вот вы знаете, почему-то вот здесь они все свечечками, столбиками стоят. У нас тоже есть в саду несколько вот таких вот луковочек гиацинтов. Но листики стоят, а сами вот степли уже цветущие, с цветущими цветками, почему-то падают, на земле лежат. Ну, красота, конечно, красота. Ой, цена такая приемлемая. 1,95, ну, 2 евро считай. Вот одна такая луковка цветущая. Ты сними, сними меня, фотограф. Муж говорит, ну-ка запечатли меня тут с растишками нашими, с покупочками. Ой, как моя мама кактусы обожает. С детства, помню, у нас всегда было так много различных цветов. Да, у нее и сейчас целая оранжерея. Она с ними носится, ухаживает. То на балконе они у нее все до зимы. Часть на кухне. И вот среди них, конечно же, кактусы. Это одно из самых древнейших растений на планете. Есть кактусы, вы знаете, тропические, пустынные. И это, конечно же, многолетники. Удивитесь, растение на самом деле очень сочное. Ну да, оно способно запасать, копить, так сказать, в своих вот таких вот толстых стеблях, листьях влагу. Ну, кто знает еще, когда ему придется напиться. При входе в магазин нас встречали орхидеи. И вот целый стеллаж. Очень древние растения тропических широт. Ну, удивительное творение природы. Невероятно красивый цветок. Символизирует гармонию. Очень я удивилась, что в природе орхидея долгожитель. Представляете, она может прожить аж до 130 лет в дикой природе. Вот так вот. Да, есть орхидеи, растущие на скалах, на деревьях. Они цепляются своими корнями вот таким вот образом и выживают. Вы только посмотрите, друзья, как же здорово придумано. Использовали старый скутер, продлили жизнь вещи, реанимировали. И получился вот такой вот барный уголок. Обожаю такие дизайнерские находки. Не менее интересно в отделе с искусственными цветами. Ой, каких тут только нет, а! И ведь совершенно не отличишь от живых. Смотрите, какая гортензия. Ну, просто прелесть. Естественно, смотрится натурально. И по цене не уступают, надо сказать. А иногда даже дороже живых. Ну, да, многие покупают здесь в общественные места, например. Перед кабинетом врача, допустим, украшают зал ожидания. Да и в дома люди покупают. Ну, а что, удобно. И глаз радует, и ухода никакого не требует. Ух ты! Дорого-богато! Это почти 800 евро стоит вот такой вот плетеный садовый комплект мебели. Ух ты! Креативчик какой! Надо же! Интересное решение. Ну, наверное, от комаров. Вешать на деревья в саду. Может быть, для отпугивания птичек, чтобы не клевали суризу. Суризу, суризу. Черешню. Вот, черешню. Пишите, друзья, может быть, вы знаете, что это такое? Нам же вечно некогда. Все, мы торопимся, и не прочитала я, что это такое. Так, ну что, все. Упаковываемся, складываемся и в путь к дорогу. Ну, наверное, все. Я думаю, затарились. Закупили еще и цветочков. Народу полно в магазине. Но магазин, ну, правда, огромнейший, огромнейший магазин. Жар-ди-лянде. Да, там съемка. Да, можно, где-то сова. Ой, спасибо. Ой, ну, если не на тряпки деньги потратили, так вот цветы. Ну, и еще и антикиты тоже купили. Я кое-что приеду домой, покажу. Но, наверное, будет это уже отдельная съемка, чтобы не затягивать видео. Ромашки спрятались, поникли лютики. Так что мои одуванчики здесь все, поникли, устали от жары. Да, 19 градусов сегодня было, представляете? Такая красота. Просто чудо. Ну, и у меня теперь скоро будет свое чудо. Посмотрите, позади меня мы купили мимозу. Все, подъезжаем скоро домой. Всем пока-пока. Благодарю вас за то, что вы составили мне компанию. Поддерживайте, друзья, пальчиками вверх. Подписывайтесь, кто еще не подписался. До новых встреч, интересных встреч. Пока-пока.